Уважаемые читатели журнала «Уральский следопыт», в майском номере нашего журнала за 2021 год моя статья «Председатель комиссии уполномочен заявить». Больше года я не мог подступиться к этому случаю. Отправлял в редакцию рукопись и возвращал ее назад. Дорабатывал, добавлял, бросал в корзину или откладывал в ящик стола. Доставал снова и писал. Январь 1973 года. Экипаж АМ-24Б с бортовым номером 46-276 Краснодарского 241-го авиаотряда приступил к снижению. Позади Краснодар. Это пункт взлета. Посадки в Волгограде, Саратове, Казани. Вылет из аэропорта о Казани в 20 часов 46 минут. За бортом глубокой ночи. До аэропорта к Перми оставалось чуть более сотни километров. «Разрушенный фюзеляж самолета был найден на следующий день, в 14 часов дня, в глубоком снегу. Он был в перевернутом положении. Положение останков фюзеляжа самолета – южное направление. Признаков пожара или взрыва не было. Недалеко от места падения фюзеляжа – хвостовое оперение, части плоскостей, удаление 800 метров, отдельные мятые детали в результате удара. Релокатор, люк радиоотсека, удаление до 2000 метров. Часть обтекателя радиолокатора на расстоянии более 5000 метров от фюзеляжа. Расстояние до аэропорта – 91 километр. Самолет упал в 900 метрах от деревни Петухова, к ней смог доползти после падения один пассажир. Комиссия восстанавливает предшествующий этап до снижения и само снижение. Высота – 5700 метров, в 21 час 36 минут, пролет Ижевска. В 21 час 48 минут, удаление до Перми – 130 километров. В 21 час 54 минуты командир экипажа доложил о начале снижения с курсом 60 градусов к аэропорту Перми. Автопилот отключен. Заданную диспетчером высоту 4500 метров экипаж не доложил. В 22 часа 0,3 минуты на запрос диспетчера экипаж не ответил. В воздухе обстановка спокойная, интенсивного радиообмена нет. Облачность слоисто-кучевая. Верхний край – 4200 метров, нижний – 500 метров. Слабая обычная болтанка для этой погоды и времени года. Ветер не более 80 километров в час, речный. Метеослужба опасных явлений погоды в районе аэропорта не наблюдала. Объективный контроль установил, при переводе самолета на снижение скорость составляла 370 км в час, а режим работы двигателей не изменялся. На скорости 460 км в час была уменьшена тяга двигателей путем перевода ручек управления двигателем на пониженный режим. В 21 час 55 минут началось плавное увеличение крена самолета вправо, но с помощью штурвала. Скорость и вертикальная скорость стали расти. Крен увеличивался в течение 20 секунд и достиг 90 градусов. Незначительные отклонения штурвала против правого крена при скорости 650 км в час были. Затем самолет стал резко увеличивать угол снижения, в результате чего скорость достигла 860 км в час, а вертикальная скорость дошла до отметки 250 метров в секунду. Экипаж не предпринял каких-либо действий рулями управления для вывода самолета из опасного разгона скорости и опасного угла пикирования. Возникла тряска и колебания самолета. На высоте 3000 метров разрушился носовой обтекатель, а на высоте 2500 произошло разрушение самого самолета. Оно произошло под воздействием аэродинамических нагрузок, значительно превышающих предельно допустимые столкновения с землей в 21 час 56 минут Москвы со скоростью 220 км в час и вертикальной скоростью 45 метров в секунду. Медицинское заключение. Полученные травмы членами экипажа являются прижизненными. Состояние здоровья членов экипажа исключает возможность потери работоспособности в полете. Были выжившие после падения пассажиры, но они скончались среди обломков в первые часы после падения от раны мороза. Минус 40 градусов. Отдельные выжившие после падения пассажиры замерзли, а живые пассажиры после падения были. Единственный живой пассажир, которого обнаружили поисковики, умер по пути в больницу и пояснить ничего не смог. Основываясь на предварительные выводы, эксперты предположили следующее. Первое. Солкновение в воздухе с посторонним предметом. Второе. Разрушение системы управления рулем высоты или элеронами. Отказ авиегоризонтов. Но все это встало под сомнение в процессе расследования и было исключено из версии катастрофы. Оставалось одно. Катастрофа произошла в результате быстро развивающегося правого крена, который привел к резкому снижению Ан-24 и увеличению скорости выше допустимой, что привело к разрушению в воздухе. Но по какой причине это было? Осталась загадка. Отказ управления подтвержден не был. Выливанных дополнительных признаков, которые могли подтвердить эту версию, не было. Обследовали все останки самолета, но признаков взрыва не было. На момент катастрофы Ан-24Б имел 10 623 часа налета и 11 419 посадок. Самолет считался достаточно молодым самолетом. Он был выпущен заводом 31 августа 1967 года. Стали запрашивать различные ведомства, которые так или иначе могли прояснить воздухную обстановку. Министерство оборудования запросило все свои подразделения. ВВС. Перелетов и плановых полетов в этом районе не производилось. ПВО из РВ. Пусков ракет и полетов истребителей не было. РВСН. Беспилотных средств, падений космических объектов в этом районе не было. ДСАФ. Полетов в ночное время не производили. Сухопутные войска. Ночные стрельбы не выполнялись. ГВФ. Полеты пассажирских самолетов вне трасс в районе падения Ан-24 и на расстоянии менее допустимых не выполнялись. Сближение воздушных судов не совершалось. Гидрометеослужба. Запуск метеозондов в данном районе не производилось. Метеозонды, запущенные в других районах страны, не могли достигнуть указанного места. Провели график запусков. Действительно, гидрометеослужба не была виновной в столкновении САН-24Б с ее оборудованием. Но здесь можно добавить, что в 1970 году под Новосибирском Ан-24 якобы имел столкновение с шаром радиозондов. Произошла катастрофа. В обломках обнаружили отсутствие лобовых стекол в кабине пилотов. Под Красноводском Ан-2 в наборе высоты столкнулся тоже с радиозондом. Там все обошлось. О зонде. Коробка, подвешиваемая под оболочку, передающая аппаратуру, весит не более 500 граммов. Были проверены все графики запусков таких зондов на большой прилегающей территории. Запусков не было. Всесторонние исследования к твердому и окончательному выводу главной причины гибели Ан-24Б не пришли. Председатель комиссии уполномочен заявить. Истинную причину катастрофы определить не предоставляется возможным. После похорон экипажа на Славянском кладбище Краснодара в 1973 году руководством аэропорта был установлен мемориал. Впоследствии он был изменен и торжественно открыт повторно. На похоронах экипажа не были названы причины катастрофы. Утвердительно никто сказать ничего не мог. Шли годы. Но причины катастрофы не отпускали тех, кто хотел изгнать истину. По причине которой упал в снежном поле Ан-24Б погибли пассажиры с детьми экипаж. Обратились за пояснениями к различным специалистам. Заслуженный пилот России Юрий Сытник говорит. Меня настораживает, что экипаж, имея под рукой у каждого кнопку внешней радиосвязи, не нажал ее. Не вышел в эфир. Не сказал что-то особое, значимое для Земли. Я. Потери сознания на этой высоте не могло быть. Так как на этой высоте организм способен работать. Я сам и мои товарищи находились несколько часов в грузовой негерметичной кабине Ан-12 на высоте 6000 метров при перебазировании в Забайкале. Юрий Сытник. Отказ авиегоризонта нет. Их три на приборной доске пилотов. И запитываются они от разных источников питания. Одновременный отказ всех трех невозможен. Известный уфолог Сергей Александров исключает сорокновение самолета Ан-24 с неизвестным объектом НЛО. Но годами позднее северо-западнее от этого места был поднят с боевого дежурства в перехватчик моего однокашника. В будущем летчика-испытателя. Он шел на высоте 1000 метров с превышением относительно цели. Высоту цели определили 600 метров. На бортовой станции прицеливания летчик увидел цель. Поставил ее на таку. Увидел цель визуально. Высветились лампы. Пуск ракет разрешен. На бортовом экране цель пропала. На индикаторе кругового обзора на командно-пункте цель также пропала. Погасли лампы. Пуск разрешен в кабине истребителя. А то, что увидел визуально, исчезло. После посадки был предупрежден о запрете комментариев по этому случаю. Материалы объективного контроля подтвердили факт нахождения цели на траектории пуска ракет. Любопытна версия шаровой молнии. Вот что рассказывает Юрий Сытник, заслуженный пилот России. В связи с этой катастрофой. Шаровую молнию я увидел перед собой в полете. Она прошла через лобовое стекло в кабину. Экипаж замер. Затем вышла в салон к пассажирам. И покинув фюзеляж, взорвалась оглушительным хлопком позади самолета. Природа шаровой молнии необъяснима. Есть предположения ученых, что эти плазмоиды разумны. А если виновна грозовая деятельность? Тогда почему экипаж не увидел засветку на экране бортовой станции? Экран рядом, он включен. Посмотри внутрь тубуса. Беседуя со специалистами-ракетчиками, получая ответ. Боевая часть ракеты снабжена очень большим количеством шариков. Эти шарики сделали бы сито из самолета. Директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов однозначно говорит, что причина этой катастрофы является загадкой. Но при осмотре на земле останков самолета в обтекаемом достаточно прочном носовом коке было обнаружено круглое отверстие размером 230 на 285 мм. Я не исключаю, что Ан-24 мог разломиться в воздухе на большой скорости 860 км в час при выполнении снижения. Но как он мог в такой режим попасть? В пилотской кабине несколько человек, контролирующих поведение самолета в воздухе, считывающих показания приборов, имеющих достаточный опыт полетов на этом типе. Прочность алюминиевого сплава обшивки самолета была достаточной. После катастрофы Ан-10 генеральный конструктор Антонов особо обращал внимание на прочностные характеристики металла. Самого фюзеляжа. Плоскостей. Юрий Сытник. Самолет Ан-24 имел малый налет и являлся молодым самолетом. Конечно же, запись переговоров внутри экипажа прояснила бы многое, но была ли оборудована эта модификация самолета речевым самописцем? А если да, то почему нет пояснений по переговорам внутри экипажа? Теперь по осмотру останков самолета, о краске. Я столкнулся с отдельными комментариями по этой катастрофе, в которых отмечалось, что посторонняя краска на останках самолета была различного цвета, желтого, темно-зеленого, оливкового, а в отверстиях найдены хлопковые волокна и мелкие волокна черного цвета. Посторонняя желтая краска была обнаружена не только на носовой части, но и на капоте двигателя. Об этом говорит Юрий Сытник, и он же добавляет, что цвет краски сопоставим с краской, которую используют военные. Мое мнение, краска могла быть от окрашенной и не просохшей стремянки. Ее в авиации красят желтый цвет. С помощью такой лестницы осматривают самолет, а обнаруженные повреждения могли оставить, например, буксировщик самолета, АПА, автомобиль для подачи электроэнергии для запуска двигателя, или какое-либо другое специализированное транспортное средство. Виновник не доложил об этом ни экипажу, ни руководству. Не заметил. Экипаж просмотрел повреждения при осмотре перед вылетом. Торопились. А волокна? КБ Антонова лидировали по использованию стекловолоконных материалов. Использовались капроновые винты. Но позднее оказалось, что капрон в анкерных гайках и винтах течет, и они непригодны для крепления даже несиловых соединений. Изучая историю эксплуатации самолета Ан-24, я нашел следующее. Для сохранения взлетной мощности двигателей при высоких температурах наружного воздуха провели испытания системы впрыска воды. Эта система была установлена на серийных самолетах. И были случаи ее самопроизвольного включения в воздухе. Так вот, в конце 1970-х годов на взлетевшем из Целинограда самолете пермского авиаотряда эта система самопроизвольно сработала на высоте 5700 метров, и двигатели выключились. После потери 1500 метров высоты двигатели удалось запустить. И еще. В одном из ранних полетов Ан-24 в носовой обтекатель РЛС попала молния. Обтекатель был доработан. В него ввели металлические шины. И он успешно выдержал неоднократные испытания высоким электрическим разрядом. Теперь мнение за читателями. А может быть, кто-то из читателей дополнит статью другими версиями о причинах катастрофы. Но какими? Статью комментирует ветеран гражданской авиации России, пилот Владимир Котомин. Этот случай я помню. Я жил недалеко от того места, где случилась эта трагедия. Потом я стал пилотом гражданской авиации и факты той катастрофы уже читал в авиационных документах. Вспоминаю, что одновременно рядом, если так можно сказать, был найден сельчанами предмет, похожий на трубу. Размер полтора метра шириной и длиной три метра. А в деревне все сгодится. Тем более эта деталь была светлой и блестела на солнце. Применили по назначению, вкопав это в землю, сделав колодец. У тех, кто из него брал воду, начались боли в животе и началась рвота. Двое вскоре умерли. Колодец закопали. Все все забыли. А деревня Петухово ушла в прошлое. Там никто не живет. Но из колодца выросло дерево непонятной формы. Теперь по фактам, изложенным в статье. Мое мнение, самолетка столкнулся с космическим мусором, упавшим с больших высот в этом месте и в это время, когда шел в Пермь Ан-24. По крайней мере, столкновение было. Самолет Ан-24 имеет передающую антенну. Она проводная. Находится над фюзеляжем. Она идет от центроплана до верха келя. При столкновении была нарушена герметизация самолета и разорвана антенна связи. Связь Ан-24 с Пермью исчезла. Была взрывная разгерметизация. При ней появляется туман. Так или иначе, но работоспособность экипажа была нарушена. Удар по ушам и, вероятно, по причине кислородного голодания, стресса, болевых ощущений. У экипажа получилась задержка для принятия решения. А время идет. Оцепенение, осознание произошедшего, борьба с самолетом и за секунду до остановения страх. То, что кто-то из пассажиров остался живой, говорит о том, что крыло было целым до касания земной поверхности. А вот хвостовая часть фюзеляжа, она отвалилась в воздухе. И еще, хвостовое оперение – это усиленный элемент конструкции самолета. При испытаниях оно никогда не отделяется от фюзеляжа. Самолет ломается всегда в районе центроплана. Почему самолет перешел в пикирование? Потому что была нарушена балансировка и управляемость. Был перекос рулей и, вероятно, изгиб хвостового оперения на пикирование. В общем, был очень сильный удар каким-то предметом или несколькими. В результате появилась опасная трещина в хвостовом отсеке. Возникла вибрация, а на большой скорости появилась еще обратная реакция на дачу рулей. Самолет, вероятно, стал выходить из пикирования. Но хвостовая часть Ан-24 отделилась от фюзеляжа. При уменьшении скорости самолет начал падать сухим листом с вращением. Именно это дало возможность некоторым пассажирам остаться живыми. И последнее. Если бы на той модификации Ан-24 был установлен магнитофон, записывающий переговоры внутри экипажа, причина была бы понятна всем. Винить экипаж нельзя. Они попали в ситуацию очень нестандартную. Из нее никто выйти живым не смог бы. История создания самолета Ан-24. Массовый самолет семейства А. В 1950-х на правительственном уровне было решение о создании самолета с турбовинтовыми двигателями для местных воздушных линий. Этот самолет был необходим для замены Ли-2, Ил-12, Ил-14. В постановлении определены требования к самолету. Коммерческая нагрузка 4000 кг, дальность 400 км, скорость 450 км в час, возможность эксплуатации из грунтовых аэродромов. Первый вариант самолета перед испытаниями получил замечание от летчиков-испытателей. Достаточный обзор со своих рабочих мест. Обзор хуже, чем на Ан-8, Ан-10, Ан-12. Первый испытательный полет выполнен 20 октября 1959 года. Командир экипажа летчик-испытатель Лысенко. Расчетные характеристики достигнуты не были. Существенный недостаток – шумность двигателей. Самолет дорабатывался и изменялся. Устранялись замечания. Измененный вариант поднялся в воздух 10 июля 1960 года. Государственные испытания прошли весной 1961 года. В августе три Ан-24 прошли строем на параде в Тушино. Но работы по доводке самолетов продолжались. 19 августа 1961 года Ан-24 был запущен в серийное производство. По условиям взлета с одним отказавшим двигателем максимальную взлетную массу самолета определи в 19200 кг. В первоначальный состав экипажа входили два пилота, что практически сразу создало проблему в подразделениях аэрофлота. В результате линейные экипажи часто продолжали летать с бортмехаником или со штурманом. Хотя кабина ранних Ан-24 для этого не была приспособлена. Неудивительно, что от ГВФ с целью снижения нагрузки на экипаж поступали требования увеличить экипаж сначала до трех, потом четырех, а далее до пяти человек. В силовые ведомства самолеты изначально шли с пятью членами экипажа. Самолет модели Ан-24Б поднялся в небо в 1965 году. Таких самолетов было выпущено 568 экземпляров. Экипаж Ан-24РВ, который возглавляла Марина Попович, установил до 39 рекордов. Например, 7 мая 1982 года был достигнут потолок 11 050 метров. 7 июля 1982 года груз весом 8096 килограмм подняли на высоту 2000 метров. Было более 30 модификаций Ан-24. Самолет поставлялся на экспорт в другие страны. Много позднее вышел бюллетень, согласно которому ресурс самолета может достигать 50 лет. 47 тысяч полетов или 80 тысяч часов налета. В Каннске в 1970-х я был свидетелем, как на Ан-24 проходили обучение стрелки-радисты. Практические навыки они отрабатывали в полетах на Ан-24 ВСР. Во время учебного воздушного боя курсант занимал одно из двух мест в хвостовой части, где в блистере находился фотопулемет, фиксировавший, как обучаемый отрабатывает оборону от атак Л-29.